всем привет сегодня мы с вами опять поговорим о миграционной политики страны о мигрантах о нелегалах живущих на территории германии и чтобы некоторые люди не говорили что типа я расист или там я ненавижу какие-то народы я специально приведу вам некоторые видеоматериалы с последних выходных это была сумасшедшая демонстрация радикальных исламистов в гамбурге с требованием установить в государстве немецком свое собственное государство калифат значит по поводу всех вот этих вот исламистов почему радикальные исламисты потому что там было свыше тысячи человек вот этих вот граждан утверждающих что немецкое государство живет неправильно не по тем законам мол типа дискриминирует всех вот этих вот граждан мусульман типа им не дают высказаться их лишают права слова и своего собственного мнения и на ней выступали помимо всего прочего с призывами свергнуть местное правительство вот сегодняшнее правительство и установить свое государство халифат на территории германии значит сама демонстрация вот это было не санкционировано но как сказал один из комиссаров полиции вот скажем так пресс-секретарь он сказал буквально следующее что невозможно запретить демонстрацию пусть она даже была не санкционирована только потому что люди идут и миролюбиво скажем так в пределах допустимого в рамках дозволенного высказывают там какие-то свои лозунги демонстрация то будет считаться радикальной только в том случае если они во время своих вот этих вот высказываний и выкриков и т.д. и т.д. и т.д. вдруг начнут возмущаться открыто против государственного строя так поедем сюда и начнут устраивать погромы с избиением людей проходящих по улицам не имеющих никакого отношения к вот этой вот демонстрации зачинщиком был там вот посмотрите вот на этом видео зачинщиком демонстрации был радикальный исламист я уж не знаю как его зовут за ним наблюдает федеральные федеральное управление криминалистики за ним уже давно наблюдают по всем соцсетям за всеми его шагами за всеми его высказываниями абсолютно все что он говорит все что он делает известно криминальной полиции а также вот вы скажете а почему их там не выдворить и так далее да допустим представьте себе что там было свыше тысячи человек ну скажем так тысяча триста тысяча пятьсот человек да и выдворять всех вот этих людей довольно таки сложно потому что половина из них родились на территории германии получили образование выросли и живут здесь дальше нигде не работая а вы спросите а как же они живут если они нигде не работают а я вам объясню они работают по черному где-то ходят там кто-то посуду моет кто-то полы моет кто-то где-то подрабатывает на каких-то там складах за пару копеек им это нравится потому что им платят наличными сразу после окончания работы из этих денег не взимаются налоговые отложения государственную кассу поэтому они вот так вот себя ведут естественно многие из них ездят на крутых машинах на на толстых мерсах как вот они говорят вернее как в народе называют эти машины и не хотят раба они просто-напросто игнорируют законы и порядки той страны в которой они многие из них родились и в которой они живут если бы если бы их можно было депортировать выдворять то в первую очередь американское правительство конгресс настроил бы всех вот этих вот как они называют g7 вот это вот когда собирается эта толпа вот этих индустриальных стран на встрече или g20 они бы настроили абсолютно всех против германии и называли бы что здесь возродился опять нацизм возродились опять фашисты которые уничтожают другие народы занимаются геноцидом пока же эти народы будем разговаривать мягко пока же эти народы не уничтожаются и не и не ставятся на место кое-кого сверху или в других странах кто занят проектом демократии в германии это устраивает вполне то есть если какие-то у нас будут здесь германии непорядки вернее беспорядки вплоть до революции или еще чего-то это сыграет тоже кому-то на руку но к сожалению тех людей которые рады довольны тем что у нас происходят такие беспорядки у нас есть в правительстве люди которые хотят чтобы все проживающие в нашей стране в германии соблюдали законы соблюдали конституцию и чтили традиции и порядки страны в которой они живут вот допустим министр внутренних дел нэнси фезер она открыто заявила после вот этой вот демонстрации буквально следующее если в переводе на русский это будет звучать более менее мягко по-немецки это звучало конкретно несколько грубовато но тем не менее это было правдой она сказала следующее все те кто хотят чтобы на нашей на территории германии было основано государство халифат в германии ничего не потеряли и обязаны вернуться к себе на родину и вы знаете я ее поддерживаю в этом отношении полностью это не потому что скоро вот будут на следующий год выборы в бундестаг и она пытается таким образом набить себе пункты набить себе рейтинг чтобы остаться на этом посту дальше нет ни в коем случае она выполняет свою работу и полиция выполняет тоже свою работу когда полицейские сказали что в принципе эта демонстрация проходила более менее миролюбиво и никто никого не 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 изувечил не покалечил не имело смысла кого-то забирать в автозаке увозить в участке хотя они выкрикивали можно сказать радикальные человеконенавистнические лозунги вот эти вот радикальные исламисты это не только в гамбурге такое проходит во всех крупных городах германии по выходным проходят вот такие вот демонстрации когда неважно будь то сторонники палестины или сторонники какого-то исламского государства кстати вы заметили вот в этом видео которое вот специально его несколько раз вот он запустил чтобы вы смотрели внимательно смотрели на все что если вдруг где-то кто-то прозевал посмотрел еще раз еще раз еще раз флаг игил вы заметили вот это да то есть игил это организация запрещенная по всему миру признанная террористической группировкой но однако же здесь пользуясь различными лазейками в законах многие игиловцы в том числе приехавшие сюда из сирии ведут себя довольно таки наглейшим образом показывая свое отвращение показывая свое пренебрежение к той стране в которую они приехали просить якобы политического скажем убежище но если ты приехал в чужую страну и пытаешься жить в этой стране то что ж ты ведешь себя извини за выражение как свинья будь добр покинуть эту страну если тебе здесь не нравятся законы и порядки будь добр покинуть эту страну в противном случае тебя просто-напросто депортируют но это в противном случае в лучшем случае их просто-напросто сажают если они совершают какие-то преступления их сажают на несколько лет тем самым они так переезжаем на другую сторону тем самым они как бы сохраняют за собой право проживания в этой стране находясь за решеткой это тоже у них такая вот стратегия у этих исламистов у этих уголовников с ближнего востока со стран африки это такая стратегия жизни им плевать жить в дувале в афгане или жить в каком-то шалаше среди зулусов или массаев или жить припеваючи в камере в одиночной камере в немецкой тюрьме где тебя кормят поэт одевают дают работу а потом еще когда тебя выпускают из этой тюрьмы тебе оказывается еще дают заработанные все тобой деньги на руки то есть они сидят здесь в тюрьмах и и вуз не дуют скажем так но очень многих людей вот у этих вот исламистов не говорю мусульман именно исламистов потому что это радикальные группировки нарушающие спокойствие нарушающий порядок в той стране в какой они находятся неважно как называется страна будь то германия будь то австрия или франция во франции там вообще полнейший бардак полнейший бардак но тем не менее полиция пытается работать против этого бардака это тяжелая действительно у них очень тяжелая работа у полицейских но они справляются в какой-то мере они справляются естественно основную массу вот этих вот террористов будем их называть открыто вот этим словом основную массу этих террористов скажем так нейтрализовать невозможно они могут затихнуть они могут куда-то спрятаться они могут идти в подполье они могут прикидываться годами хорошими нормальными людьми пока не наступает какой-то момент когда их вот этот вот мало или как он там называется говорит все дети божьи настал час расплаты с неверными нужно их уничтожить и все и тут же мгновенно вот маска доброго человека с лица вот этого тихоне террориста слетает он хватает нож хватает не знаю там оружие и начинает убивать людей это ужасно опасные люди все говорят объясните мне ребята пожалуйста следующие все по всему миру говорят ислам это очень миролюбивая политика вернее религия хорошо тогда объясните мне почему среди вот этих вот террористов по всему миру взрывы церквей взрывы мечетей взрывы на площадях разгон вот на этих вот легковых машинах или грузовых машинах в крупнейших городах в местах скопления народа с уничтожением людей с переезжанием с убиванием этих почему все вот эти вот террористы совершаются именно людьми исламской религии объясните мне почему вот недавние вот совсем недавние в москве в этом крокусе это что сделаны христиане нет это сделали исламисты это сделали исламисты которые кричали что они за и гил что они за исламское государство и неверные обязаны обязаны быть уничтожены что же такое ничего ребята вы что вам что жизни что ли мало вам что планеты не хватает на земле между прочим 56 исламских государств валите в эти страны и живите там я уже говорю открыто потому что вот это я высказываю свое мнение я уверен что это мнение поддержат очень многие люди которые по каким-либо причинам боятся высказываться вот так вот открыто как я они как вот мне кто-то написал в одном из комментариев это все что мы говорим на кухне все что мы обсуждаем на кухне но очень редко найдешь такого человека который говорит вот так вот открыто правду в глаза у у нас на работе у нас на работе есть бывают такие приходят по контракту работают тоже граждане мусульманской наружности вот они живут здесь уже лет по 20 живут может по 15 и они знают с кем можно разговаривать нормально а с кем лучше повоздержаться лет 10 назад может быть 15 назад я с одни с двумя из них сцепился конкретно в первую очередь это было по работе но потом я там чуть ли не до драки дошло там чуть ли не до драки дошло но в конечном итоге оказалось что я прав и потом я им несколько раз указывал на их места в один раз как-то случилось так что я сказал слышишь ты какого черта если ты такой великий мусульманин если ты если ты такой проповедник ислама какого хрена ты забыл в христианской стране он начал со мной ругаться и сказал значит будешь будешь пытаться мне что-то угрожать чувак я тебя сразу сдам криминалистом мгновенно сдам криминалистом я не буду писать заявление в полицию я просто-напросто позвоню в криминальную контору и позову их сюда все а занимаетесь ли вы наркотиками занимаетесь ли вы проституции в свободное время это говорю уже будете пытаться объяснять вот этим вот криминальным комиссаром которые сюда приедут он заткнулся что-то там пробурчал на меня ты типа послал меня там дальше чем живет аллах или еще что-то и не ушел но возвращаясь буквально на пару минут назад на земле 56 исламских государств проповедующих строго проповедующих религию ислам прийти туда едьте туда живите там молитесь там своему богу почему вы туда не едете для всех тех кто не знает вам ответа на этот вопрос я отвечаю а нафига ехать туда когда только здесь в германии в первую очередь существует такая вот уверенная социальная система при правилах которой любой человек имеет право на получение социального пособия на медицинскую страховку на все социальные вот эти вот условия и услуги которые предписаны законом предписаны конституции в исламских государствах такого нет если ты ленивый все ты ленивый они тебе помогать не будут живи как хочешь хоть вплоть до того что умирают на поле или еще если ты нормальный то ты будешь работать вот почему они туда не едут а сюда едет лезет всякая шваль сюда лезет всякая шва в общем ребята пожалуйста под этим видео высказывайтесь предельно корректно предельно корректно потому что любой комментарий выходящий за рамки корректного поведения не мной он удаляется ютубом как провоцирующий какую-то там срач между людьми между национальностями в общем всем удачи пока ютубом как провоцирующийся